В постоперационном периоде необходимо делать упражнения, принимать правильное положение тела для профилактики контрактуры. Соответственно, в исходном положении лёжа на животе, когда пациент даже в кровати находится, необходимо со стороны ампутации, если это, например, ампутация на уровне голени, как мы сейчас рассматриваем, под нижнюю треть бедра подложить что-либо. Небольшое возвышение, маленькая подушечка, махровое полотенце, свёрнутое в рулон, для того, чтобы, контролируя ровно лежит таз, бедро было в некотором положении разгибания для профилактики сгибательной контрактуры бедра. При ампутации на уровне голени это не столь актуально, как при ампутации на уровне бедра, когда сгибательная контрактура присутствует практически у всех наших пациентов. И хорошо бы ещё это сочетать с поворотом головы в противоположную сторону. То есть если ампутация слева, то голову поворачиваем вправо. Это делается для того, что очень удобно повернуть голову и плечевой пояс и весь корпус целиком в сторону ампутации стороны. Так удобнее для ноги лежать, но правильнее в другую сторону. Поэтому голова несколько как бы утягивает плечевой пояс в ровное положение и плечевой пояс весь корпус целиком. Такое положение можно приметь с первых суток после операции при разрешении хирурга и в дальнейшем по нескольку раз. И укладываться прямо на 10, 15, 20 минут и на 30 минут можно, если это не доставляет некомфортного какого-то положения. Несколько упражнений в исходном положении лёжа на животе. Сначала все упражнения выполняются с охранной ногой для того, чтобы пациент мог прислушаться к ощущениям и совершенно правильно выполнить ногой, которая была оперирована. Итак, поднимаем с охранную ногу невысоко, прямое колено. Держим пару секунд и опустили. И всё нормально, поднимаем ногу с ампутацией. Держим и поднимаем. Одну. Опустили. И другую. Удерживаем пару секунд обязательно, колено прямое. Опустили. Для того, чтобы лучше контролировать и поднимать только ногу, а не разворачиваться корпус с тазом, можно руки спустить и положить их себе под область таза. Для того, чтобы пациент сам мог себя контролировать. Голову опускаем на лоб. Хорошо. И поднимая ногу, он уже понимает, отрывается таз или нет от своих рук. Таким образом, пациент сам отслеживает правильность выполнения упражнения. Хорошо. Через несколько дней можно менять пропорцию выполнения упражнения. То есть, сохранную ногу поднимать, например, один раз, а прооперированную ногу два раза. С тем, чтобы нагрузка на мышцы не то чтобы была симметричной, но была несколько ближе к симметрии. Продолжение следует...